Добрый день 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 Я часто говорю в церкви о том, что у нас есть светские праздники, такие как День Победы, День Независимости. Добрый день 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 Вы просили только об одном, как будто чувствуя, предчувствие у вас было о том, что это будут непростые годы. Вы просили об одном, чтобы на нашей земле был мир. Все остальное мы способны своим умом и руками создать в нашей стране. Так и случилось. Пока. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Мы из года мира и созидания, без мира не может быть созидания, переходим в год качества. Нам надо эту мирную, спокойную белорусскую жизнь на этом маленьком островке, где мы сегодня живем, наполнить высоким качеством. Сделать так, чтобы люди были довольны. Просыпаясь утром и укладываясь спать, укладывая своих малышей, чтобы люди были рады, чтобы они гордились своей жизнью. Конечно, банально скажу, но вы со мной согласитесь, это все зависит только от нас. Только от нас. От меня, конечно, но без вас невозможно. Это все зависит от нас. Это все зависит от нас. Поэтому к этой мирной, спокойной, созидающей жизни нам надо добавить качества. И все тогда у нас будет хорошо. Перед правительством, вы тоже это часто слышите, я ставлю одну проблему для решения. Также и вам говорю, вы дайте мне экономику, вот губернатор как раз здесь присутствует, главное действующее лицо в экономике Минской области. Дайте мне экономику, все остальное за мной. Поэтому нам надо предложить максимум усилий, чтобы мы могли не просто произвести товар, а экономика это произвести и продать. Но сделать это качественно, чтобы наш товар покупался еще лучше, чем сегодня. Я также хочу в этот день традиционно вас, владыкой, всех священнослужителей, поблагодарить за те деяния, которые вы совершаете во имя белорусского народа, нашего государства, церкви, во имя жизни белорусов. Как и мы в миру, так и священнослужители, они люди разные, священнослужители. Но они в целом делают большое дело, очень большое дело. Конечно, и в этот год им придется приложить немало усилий для того, чтобы год качества был настоящим, качеством для каждого человека. Но за то, что наши священнослужители делают, они заслуживают уважения и благодарности. Мне сложно сегодня много говорить в этот день, потому что уже все сказано. Каждый день, изо дня в день, в эти самые тяжелые в моей жизни времена, когда президент востребован везде, надо успеть везде. Мною сказано очень много. Я очень хочу, чтобы вот в эти годы, главное, годы смены поколений в нашем государстве, когда мы, все, что сделано плохо или хорошо, может быть, не нам судить, нам не сегодня, завтра придется передать это подрастающему поколению, нашим с вами детям. Поэтому нам надо обратить большое внимание в эти годы, год этот будет очень непростым, очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять, будут тренироваться к будущим президентским выборам. И нам надо обратить особое внимание на молодежь, которые я не видела сложных времен. И в советский период, и после распада Советского Союза, они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколение. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом. Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию будущего года, достойно показали себя, что мы хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевший и настрадавшийся в своей истории, имеют право жить по собственному закону. Еще в этом сельском храме хочу сказать два слова о деревне. Вы видите, что в эти непростые времена мы делаем немало для того, чтобы сохранить деревню. Я не буду называть государства постсоветского периода. Я их знаю хорошо, за эти годы увидел, побывал. Государства, которые разрушили деревню. У этих стран будущего нет. Потеряем деревню, потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, что как человек, да фактически в деревне родившейся и выросшей в деревне, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню, чтобы деревня, она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства была сильной, мощной и процветающей. Это не значит, что мы забудем города, эта промышленность, без нее не может так же развиваться, та же деревня. Мы будем делать все для того, чтобы развивать нашу экономику. У нас есть для этого все как никогда, несмотря на сложные времена. Уважаемые друзья белорусы, в этот светлый праздник, я хочу пожелать вам здоровья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Все остальное, я говорю, мы купим. Не купим, другим способом добудем. Мозгов у нас хватает, людей также хватает, добрых и трудолюбивых. Поэтому я вам желаю здоровья, счастья. И самое главное, здоровья, радости вам от ваших детей. Пусть они будут всегда здоровы и будут всегда вам в радости. С Рождеством Христовым, уважаемые друзья! Ну, хочу вам, как обычно, подарить эту икону. Владыка, она очень тяжелая. Спасибо. Александр, помогай. Пресвятая Богородица, помогай нам. И, как обычно, ваши белые глаза. Спасибо вам огромное. Счастья и здоровья вам. Многоважаемый Александр Григорьевич, сердечно благодарим вас за добрые, сердечные слова и благопожелания. Позвольте сказать также несколько слов и о том празднике, который нас сегодня собрал, который является и радостным, торжественным и вместе с тем таинственным событием в жизни всего человечества. Господь дает людям великие свои и богатые милости. Всему человечеству он пришел для спасения всего рода человеческого. Нам в год качества, Александр Григорьевич, остается только прибегать к этим дарам божественным, прикладывать, конечно, свой труд, заботиться, что все было качественно и не только на уровне промышленности, но есть нам где и в духовной сфере приложить свое усилие, чтобы приносить добрые плоды. И, думается, все это принесет добрый результат. Мы верим и надеемся и молимся об этом. Желаем вам, уважаемый Александр Григорьевич, от всех прихожан, клира, мирян, белорусской православной церкви, от себя лично, всесильной помощи Божией, обильных дарований, которые необходимы для управления нашей страной в это непростое время, мудрости и помощи в сохранении мира, согласия на нашей белорусской земле. И спасибо за то, что вы сделаете до нынешнего времени. Примите в дар икону святителя Николая. Вы часто много путешествуете для блага Белоруссии и не только Белоруссии. Святитель Николай, покровитель путешествующих. Пусть помогает он ваших куда-то. Еще раз с праздником вас, счастья и долголетия. Со святым. Христос родился. АПЛОДИСМЕНТЫ Святым. Христос родился. Спасибо. Здоровья, свое� chu쳐. Вам здоровья. Да, желаю вам. Продолжение следует...